шахтер вас когда им тренером звали нет а если мне звали почему ахметов позвонил именно вам вы дружите геннер сейчас наберу возьмет трубку сразу вас хотели четыре английских клуб болтон эвертон ливерпуль и челси ньюкасл еще она пока нету амбиции главного тренера не правда есть амбиции мы с тобой дал такой интересный комментарий по вашему ухода читали сам никогда не тренировал и я говорил на камеру сейчас опять широте говорю мы скоро выходим играть щитки одевай раз я спор мандарме с это видео сорты пара ты и пара то дату фамилия а стола а стала а стала pronto а вот ваш самый близкий друг из футбола это кто в детстве понятно были друзья там когда школу ходили в футбольную вместе учились там такой был сергей нечай это ребят с украины с украины с луганск а потом уже появились уже друзья такие москве то мы дружили семьями карпин никифоров пятницкий вот это мы тройка наша была неразлучная каждый год мы уезжали на канарские острова потому что зимой ну холодно да везде на канарах солнце покупаться можно мы любили туда летать и мы четыре семьи с детьми улетали туда на там на две недельки и проводили очень хорошо время когда уже вы уехали разъехались карпин 1 уехал я уехал в испанию потом никифоров приехал то есть и там тоже дружили все время нам до канар на автобусе буквально а там уже до ездили другие места что за города марбелия вот мы любили марбелию ездить с к приезжали в марбелию как себе домой то есть вы все да да а когда мы на сборах но нам мне вообще повезло 11 лет сезонов которые работал цска у нас все сборы были практически в испании все там был какой-то такой по мне авантюрный вояж в китай это был да был но это по линии дружбы тринадцатый год был мне очень понравился понравился очень воево такой был перелет и там были были сборы был турнир мы посетили три города мы полетели по линии дружбы китай россия и там мы посетили посольство мы были в шанхае тоже там очень красивый город и мне больше понравилось это и культура культура китая мы в китае когда были мы использовали время мы ходили смотрели примечательности мы ездили по реке там забыл как называется на экскурсии я там первый раз не первый раз а полюбил зеленый чай я познакомился с чайной церемонии как это все делать узнал за чай много я с паулина гранера мы пошли гулять и зашли в один чайный магазин мы с ним вдвоем пошли я там купил чаю очень много до сих пор у меня уже прошло больше десяти лет у вас запас есть в интернете читаю сколько хранится часть окажется только поэр хранится был принесли ничего с собой да я вот мы ждали мы ждали я перед приходом немножко зеленого чая вы китайского именно были еще другие у нас сборы вот когда то что касается развития не только футбола когда были пожары здесь тоже год лет 7 на 0 8 назад десятый год десятый пожары были страшным десятый год лишать не не чем было просто смог и мы выехали в питер там потише было на сбор на короткий и там тоже экскурсии у нас были там по каналам нам рассказывали там это здание такого-то там года тут жил какой-то наш там музыкант гусар или там маршал то есть очень интересно было то есть я хочу сказать что футболе очень важно не только тренером но и футболистам развиваться и отвлекаться от футбола как ни странно потому что ты не можешь быть все время на одном деле 24 часа ты должен что-то менять для того чтобы потом стать еще лучше в самом любимом деле когда я только вас увидел сегодня при встрече сразу обратил внимание на ваш стиль вот это вот откуда это испания все-таки или желание быть молодым быть в тренде не это моя жена все все же надо то есть она знала что ее муж виктор едет на съемку и она занималась вашим ну а надо она любит она следит за всеми брендами за всеми и вещами когда я работал циска ну я утром просыпайся пол седьмого до утра едешь на базу одену я там дольче габбана или одену nike или одену там не знаю красный октябрь что-нибудь шаровары все равно кого никто не увидит прекрасный осень и зима и лето и мы с тобой благодарим за это весну в которой было столько света что рассказать не хватит зло она пришла когда нам было трудно и зазвенела соловьями утром она навек нам подарила чудо такое чудо как любовь мне хорошо с тобой ведь не всегда везде одной тропой и снеговатый в дожди крали вновь тебя на свете все и неудачи смотрите я вбиваю в google виктор анопка выходят следующие запросы самые популярные по вашей фамилии анопка слуцкий анопка хуан де рамос анопка жена надо было сначала анопка жена наверно ну если честно я больше провожу времени проводил со слуцким когда футболистом был сборы игры перелеты турниры то есть ты семью очень мало видишь самое удивительное что вы прочитали в интернете о себе да я я как бы вот соцсети я не люблю я у меня нет нигде не инстаграм не тик ток может быть надо сейчас я поставил у меня есть приложение тебя но я в нем не зарегистрирован я или вы смотреть что смотрите а там все comedy club есть там там танцуют девчонки там ну там все там всякие приколы там смешные пародии всякие сам реально интересно овчинникова не интересно не а мне как-то ну когда времени так делать нечего там посмеяться просто виктор савельевич у вас есть бизнес нет нету почему я не умею заниматься бизнесом я свое время когда в испанию приехал когда играл сделал не то что сожалею может быть да надо было купить земли и посадить на барас вам советовал да и заниматься виноделием уже 25 лет прошло как я первый раз приехал в испанию играть вот и конечно за это время мало много винограда вырасти а вы вино каждый пьете или нет не каждый день например когда мы на сборы садились да я вообще ну как-то на сборы или там перед игрой перед команда не хотите пить не перед командой можно в испании доктор перед каждой игрой например ужин до перед игрой на встрече день игра и доктор доктор разрешал по бокалу вина на ужин то есть молодым не дались там тоже да конечно ничего себе да и даже были игры когда игра например 8 вечера игра и он даже на обед давал пол бокала вина в день игры серьезно с к не в испании испании свеска такого не было ни в циск не хотя помню спартаке было раз когда иваныч мы были в голландии на сборах кажется и он разрешил по бокалу на обед на сборах мы были не да и иваныч разрешил такое было в испании то нормально все команды после игры пивом доктор разрешает то есть тренер бутылку пива выпить это нормально вы смотрели орел и решка до испания про испанию я люблю орел решка смотреть я вот сейчас последнее время очень часто китая показывают япония китай про испанию может быть я не видел я бы с удовольствием посмотрел неинтересным потому что я испании очень хорошо знаю как вам настя явлеева ну орел решка да но там там просто их их две или три ведущие на там еще одна была классная регина до регина назаренко а так они волосы длинные да 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 супруга певца да не голос такой вообще красивый ого такой своеобразный да может быть до регина кажется она что для вас испания испания для меня но это та страна в которой я как ни странно хотел играть футбол еще будучи юным футболистом я поехал за сборную ссср на турнир в испании именно по понравилось испания мне понравилось потом я как-то у тебя что-то мне в голове хотя я была во франции вот и в италии и в англии европа практически давайте вот одним словом вот испания что дом мечта семья но это все вместе дом семья люди природа культура вот есть страны в мире которые для того чтобы жить а есть страны для того чтобы работать а россия россия разная россия россия на многогранная во всех отношениях москва какая москва для работы коротко ответьте на вопрос что такое испанский футбол это культура нации весь народ посвящает себя испанскому футболом в россии футбол что это я не могу сказать что это такая тем более развала советского союза когда он был к своей если я могу тоже сказать что это была культура такая культура которая помогала мнением людям жить донецке и тоже отыграл я знаю что такое для для шахтера например который спускается каждый день я сам want to спускался знаешь такое работают и они не рассказывали тогда вот вы выиграете не хочется работать в два раза больше шахте шахтер со мне рассказывает мой отец он жил футболом советском сways он жил тем что я играю и он к сожалению когда я закончил в этот год он ушел то есть что такое футбол для россии сейчас это но опять же такие россия многогранная для кого-то хотя футбол во всем мире то для для зарабатывания денег это точно важная вещь это то что как и другие виды спорта они забирают с улиц много детей которые занимаются на мой взгляд не тем чем надо заниматься вы говорите вы были в шахте что вы там делали на экскурсию не возили не не меня нашу команду шахтер шахтер город донецк нас опустили на глубину это сама маленькая глубина 600 метров в лифте форме в экипировке мы там работали дали мне отбойный молоток и я работал нам провели экскурсию чтобы понять чтобы мы поняли что такое мы сами хотели и как бы всей командой главный тренер команда вниз этот туннель как вот метро наподобие но чуть меньше человек проходит полный рост да еще есть немножко высота а потом идут такие ответ ответвления в разные стороны там только на карачках можно и это эти шахтеры работают сейчас уже по-другому конечно то есть он там или полулежа или на коленях он долбит этот уголь это очень тяжелый труд этим отбойным молотком и я пробовал тоже на его поднять невозможно выпадки на машина нет непадки но люблю машины но сейчас последнее время как бы главное чтобы она была надежная раньше да когда играл хотелось там даже спорил с одним испанцем я у меня будет быстрее bentley чем у тебя там он хотел ferrari себе у меня будет bentley спортивная потом как-то время прошло не он не купил не я не купил себе bentley но это были такие шутки как бы но могли себе позволить ну мог до в то время мог сейчас нет сейчас нет нет в москве вы на чем ездите в москве ну я ездил на клубной машине у меня было не не был джип либерти это американец такой скромный скромный но она надежная нормально и потом когда я смог себе позволить когда мы на примере короче получили титулы зарабатывать завоевывать титул и получать премиально я себе позволил купить другую машину mercedes когда играл сатурни я ездил на девятки серый нормально серьезно в равенская прям но я жил я жил в кратова жил вернее не в кратова жил малаховки рядом да ну было нормально аргентинцы бразильцы смотрели на они сами ездили тоже никогда но это клубная машина была девятка а то есть клуб каждому девятку на досадную серьезно шахтер вас когда им тренером звали нет а если мне звали звали да когда мне звал ренат метов ренат ахметов да он мне позвонил я работал циска не 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 я бы я работал в рфс в рфс работал еще 2000 2009 или 2008 или год евро или вот вот год евро точно 8 я когда сказал что да я хочу до конца отработать чтоб евро прошло до ренат леонидович позвонил мне и он он поинтересовался он хотел узнать кандидаты тренеров для шахтера хуан де рамос или райкард или пилигрине солидно твое мнение пилигрине который мануэль который в реале работал до после хуан де рамос да да точно ну я сказал мою кандидатуру хуан де рамос хуан де рамос прошло время и хуан де не назначили назначили участку кажется участка да я по каждой кандидатуре дал свое свое видение почему ахметов позвонил именно вам вы дружите но мы как бы пересекались когда чего я выступал за сборную россии вот его звонок был такой приятный очень потом я к нему тоже обратился по поводу брата своего сергея он тоже футболист играл из-за шахтер сейчас шахтере по структуре нет нет он был был но он работал опять же таки это удивительно ахметов и гиннер гиннер сейчас наберу возьмет трубку позвоните телефон там ответе на два вопроса пожалуйста первый вопрос я так понимаю если пришел бы хуан де рамос вы с ним в пакете грубо говоря как помощник его или к в каком качестве вас приглашал ринат ахметов туда он мне сразу сказал независимо от того кто придет он мне сразу сказал ты пойдешь помощником как-то я сказал что я должен семьей посоветоваться потому что у меня у меня семья из донецка сама я сам из луганска но я был бы готов пойти конечно я так думаю потому что потом супруга переговорил и но у нее были свои за и против как бы тоже как бы ну но она больше за на сюда за футбол футбольный человек дочка знаменитого футболиста тоже спортивной семьи конечно раска гимнаст когда ударе ринат он сразу не сказал я тебя приглашаю ну они взяли другого тренера понятно вы посоветовали хуан де рамоса потому что он там может по тактическим каким-то моментом по стилю подходил а внутреннее желание с кем вы хотели работать с райкордом наверно нет хуан де рамоса на рауза точно с хуан де рамосом хорошо он испанец он испанец райкорд голландец и языки языки очень важны если сейчас ахметов вам позвонит скажет виктор приезжайте шахтер поедете да в одном из ваших интервью мне понравилось как вы сказали что вас везде узнавали даже в германии там где-то на таможне какой-то может вам подошел видимо он смотрел футбол не знаю видел вашу игру или нет но он вас узнал колдая виктор ановка футболист мне стало интересно знают ли вас в латинской америке давайте проверим здравствуйте виктор он откро меня зовут хайро я live in south america colombia i had the chance to visit the spartak stadium knowing that it had a very long history in european football and that the rivalry between cheska moskва and spartak is very strong and it has lots of years of history and it's very interesting to know that to know that you were in both sides of the story you know as a manager assistant manager in one team and as a player in the 90s in the other so i wanted to ask you during your european career did you ever have the chance to play against a colombian player or players or did you have them as your teammates and if you did what kind of impressions they had on you so that was my question and well very nice to talk to you and that's good done it хорошо колумбийцами на английском лучше чем некоторые на за колумбийцами нет и против сборной колумбии я не играл я думаю у вас есть возможность передать пресс колумбию вас там ждут вас там ждут на испанском тоже можно давай сейчас проверим ваши навыки испанского виктор ставишь не стесняться улла хайро киров филистарты пор портода и gracias пор венера россия пор пасар todos buenos dias а кин mundial москву gracias пор mandar me с это видео сверты парады и про то да ту фамилия асталу астала астала pronto смотрите мы говорим тут про испании сергей овчинников нам же в интервью мне в интервью называл пятерку топовых футбольных стран англия германия испания 3 все италия 4 мы 5 6 там месяц франции есть из франции ну а кто еще согласны с ним но я бы поменял наверно местами кого испания первая англия 2 италия 3 германия 4 португалия 5 6 россия а франция 7 франция 7 франция честно там одна команда играет сейчас больше может две-три виктор советов насколько я знаю правда или нет уже вы подтвердите вас хотели четыре английских клуба когда вы были футболистом болтон эвертон ливерпуль и челси нюкасл счет нюкасл 5 да ну челси нет сейчас и неправда эвертон да и ездил даже туда и вертон нюкасл да гулит хотел когда он работал нюкасле а помнит вас еще тем мальчишки козорова он возглавил нюкасл и он приглашал сам лично гулит хотел до ливерпуль но это может быть после того что мы обыграли ливерпуль кубок уефа туда было сюда вы играли за спартак а спартак все правда почему не получилось поехать вот объясните вот реально вот ливерпуль был то правда вас хотел я не могу утверждать потому что я салют знаю точно эвертон и нюкасл а вот по поводу ливерпуля но учился мы не пересекались не играли собрала чем они знакомы нет собрала линия есть ним познакомился тоже благодаря футболу благодаря тому тому что я когда работал в рфс мы были на одной из игр сборной россии на чемпионате европы австрия швейцария мы просто сидели в простой на простой трибуне не вид никакая он сидел как простой болельщик джинсах кроссовках у нее на руках были часы пластмассовые никакие там не rolex не еще просто у вас дороже вот эти дороже да потом он зашел в раздевалку так пообщались но тогда он помогал очень он очень сильно помогал помогал когда был гус-хиддинг тренером он очень сильно помогал и рфс и как понимаю вообще и сборной футболе он разбирается в это увидели услышали или он как вот реально ему как искусство как кино как театр он любит футбол потому что он бы он бы столько лет бы не смог бы только отдавать футбол и я не беру там материально да это немаловажно сейчас но человек который имеет возможности он еще должен любить это дело потому что вот возьмите например анжи да то есть пример да тоже керимов до президент молодец стадион построил жалко на воду драйт распался да он он столько вложил столько но потом вот как-то все равно она не ну но я всегда говорил что ну немножко на мой взгляд он неправильно сделал скупил звезд этих дал столько денег зарплаты и письма не нужно было заступать так много нагна конечно вот надо было потихонечку вот как галинский до краснодаре не это мне эта схема больше нравится хотя пока еще нет особого выхлопа нет особого особого выхлопа но он правильно он начал со школу он там начал потихоньку потихоньку не стал там скупать лучших там футболистов это роберта карлос вильяна еда вильям там и наших там туда он тоже за привез и денисов и кокорин и габулов то есть немножко не то хотя он молодец в плане того что он махачкале дагестане стадион прекрасно у них там ну что-то что-то он сделал для для города для республики сейчас про вас про галинского потом следующей серии не указал гулят звонит спартак ваше желание ваше внутреннее ощущение почему нет потому что испания в голове сидит по юношеским воспоминаниям но я как-то потом это все узнал и даже вот эти вещи не знал что вот нюкасл там everton это уже потом уже было когда уже приятным числом до когда люди уже приехали из испании именно так сложилось что я уехал в испанию сожалению есть нет ни в коем случае насколько я знаю правда неправда вы сейчас скажете что когда вы уезжали в испанию последней капли принятие решения стало то что угнали вашу тачку но это одно из одна из причин было по телефону звонили просто и молчали в трубку а бы было звонок вы квартиру не продаете то есть такие звонки были потом но больше всего подтолкнуло когда джип угнали pajero митсубиси pajero да тогда они были крутые слушайте то есть у вас на тот момент уже было какой-то опасение за жизнь что ли своя безопасность знаю как то что такое было не очень сложилось может быть ничего не было такого просто тачку гнали а люди позвонили перепутали не знаю сегодня утром читал тоже вбивал не было интересно что вылезает по запросу хуанда рамос выскочила одна новость якобы хуанда рамос там украине брал откаты когда в днепропетровский работа не знаю я не думаю не верите не верю нет он не бедный человек он футбольный человек и если бы там что-то было тем более в такой команде как днепр все это сплыло бы довольно коломойский и коломойский конечно там все контролировал но хотя хуанда горела на один раз видел все когда когда подписывал контракт и все потом с ним было тяжело связаться а в цска такого подобного ничего не было не через к линор очка лежал каждый день не каждый день раз в неделю обязательно на базу он любил просто быть в курсе всего вы пришли в цска месяц хуанда рамосом он ушел вы остались почему меня гиннер приглашал вот и наверное линор очи хотел чтобы остался работать потому что я сам хотел работать я когда окунулся вот после рфс а я подносил мою живую работу на поле в рфс тоже очень было хорошо но там там немножко другая работа кабинет и офис пиджаки то что вы не любите дольче гавана не про вас да когда пришел слуцкий вот у нас очень была хорошая команда был серега шустика тоже царство небесное ушел великолепный человек было не так много помощников как например там в том же спартаке в краснодаре 2 овчинников слуцкий но в чинниках позже больше позже до триумвир от вас получается было я был чанов да 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 и я я сам хотел и чтобы я остался ли но лишь хотел хуанда рамос леонид слуцкий виктор генчаренко расставьте их по местам слуцкий хуанда рамос гончаренко почему так ну со слуцким я очень долго работал я очень хорошо знаю с хуандой работал очень мало к сожалению виктор михайлович другой человек тоже близкий с ним сектор михайлов в плане близким не в плане что-то каждый 10 там он там в чайхане где-то да но в плане он ментально вам близок ну каких-то вещах да в каких-то нет но он он фанат очень сильный фанат вообще он у него футбол 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 а я люблю еще чтобы был футбол и еще о чем-то другом говорить в театр например и театр до или кино или книги то есть хотя он тоже он в театре любил потом узнавал интересовался какие спектакли как посоветую что то есть он ну в этом плане он развивался тоже кстати на 6 такой же любитель театра ремарка почитать да это все в класс это все правильно вы говорите смотрите вам когда-нибудь в цск хотя бы на пару матчей предлагали и о главного тренера нет почему может быть то что у меня никогда не было практики как главного тренера а вообще никого было когда на кубани на кубани да многие футбольные люди из тусовки говорили следующее что у ановка нету амбиции главного тренера что ответить не правда есть амбиции да может может показаться что я очень добрый такой мягкий то что касается именно работы то я меняюсь на поле я например когда футболист один в жизни другой я никогда не буду орать кричать или там драться без без повода или если я вижу человек ошибается но он ошибается потом исправляется во всем то есть я тоже не буду этим заниматься я я больше за справедливость во всем много легионеров в цска чудные были легионеры ну чудные но вну были такие вот например овчинников не рассказывал что думбия деревяшка деревяшка и бить не умел чеканит тоже но сбивал больше всех но бубья это супер нападающий для меня который ну я считаю он и вагнер лап то время они нам но отдали титулов вот видно было когда вот они вместе играют и думбия и вагнер вся вся команда просто ну чувствует силу такую сбуна ражина чудной секу был такой ну в плане как чудной любил план на барабанах играть вот это вот любил танцевать там на базу приезжает перед тренировкой ложится поспать там час или полчаса до тренировки а ты не понимаешь но он никогда не пил не не употреблял ничего такого но любил просто молодой дурной любил там барабан и любил тусовку в москве и бы был вечер один тоже мы команда были или марбелли закрытом помещении там тоже какие-то взял барабаны где он нашел там по чеканил тоже там так вот ну то в команде было влагов лесгинкой увлекался да за такой культурный в этом развивает кавказские традиции и осетинские и пироги мама всегда передавала мы их на базе резали и я тоже когда был у него сейчас дома вот мама кормила пирогами у нас была традиция в цска мы еще при слуцком это было когда у кого день рождения мы дарим телефоны айфона айфоны да это слуцкий придумал но это еще шусти когда ну подождите одному человеку каждый человек айфон дарит или все и вот общаком общаком до тренерский штаб там сколько нас бывало 5 человек бывало четверо в тренерском штабе вот они покупают последний iphone одному скидывается все покупают айфону потом кому они подарили iphone ты должен везти в ресторан там на ужин и проставляться короче это была традиция и эту традицию мы поддерживали даже когда гончаренко был тоже соблюдали все после ухода из сска мы с тобой дал такой интересный комментарий по вашему ухода читали ну там он много чего заговорил там на такое что они там тренируют они чай пить чай пью да то что они должны были раньше уйти я про это говорил я знаете поймал себя на мысли что он почему-то находится в позиции против своих же против карпина против вас почему объясните но есть такая порода людей вот как из порода собак там животных он уходит в такую породу людей которые сам никогда не тренировал и это уже тоже говорил я с ним позавчера виделся мы с ним в одной команде играли футбол и я говорил на камеру сейчас опять широте говорю мы скоро выходим играть щитки одевай спереди и сзади обязательно я буду против тебя играть но есть таки да и не только он кстати и бубнов тоже такой было тоже были такие высказывания против спартакосов что мне уйди удивляет больше всего вот они говорят против против тех ребят с кем ты играл в сборной с кем спартаке я с мостом спартаке не играл но с карпином он играл спорты и с другими играл в сборной пересекали они что сборным и с мостовым до играли это еще бывает на камеру тоже когда он же знаете тоже учился вышита на тренера но почему-то не выучился хотя мог хотя есть талант у него у него есть способности великолепный футболист был вы угрожаете сейчас не он мой дьяву я уважаю люблю он мой друг ну просто бывает на камеру говорит такое когда еще ведущий может немножко огня дать за ну а чай пить тоже очень полезно когда холодно особенно в хабаровске когда минут 20 на улице а мы чай пили кто сейчас в россии лучшие опорники конечно те люди которые сейчас сборную привлекаются да есть тот же забнин сейчас правда не сборной тот же аздоев но я бы выделил тоже ахметова облякова который сейчас молодежки до кузяев сейчас мне очень нравится то есть но был этап у него хороший да когда он был в казани потом немножко его не было видно последние игры вообще сейчас супер играть особенно за сборную за зенит кузяев да супер вы напутаете не в рубине в те реки играл а в терек нет рубине аздоев играл а ахметов играл в рубине а правильно он был в те реки кузяя был в те реки правильно его рашид рахимов да 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 главное важно сочетание которого для меня всегда два опорных очень важна один собака такая который будет забирать а другой на мяче хороший который может отдать а вы кто собак или на мяча хорош но я больше собака наверно а лучше защитники центральные ну для меня девеев джеки джеки а третьего недавно ну наверное семенов семенов джеки 2 а 1 9 но я бы поставил джеки первым наверное авторы вторым девеев и семенов семенов вот так вот на скорее все там уже джеки ну даже марка да 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 он видно надежность видно уровень у него из каких позиций лучше всего получаются тренера я бы сказал защитник потому что защитник все видит а вратарь вообще все видят водовчинников не вратарь то что он все видит там обзор шума ну конечно защитник тоже все видит центральные у него обзор очень большой ну я бы не стал бы и потому что есть тренеры и учителя и историки есть тренеры есть люди которые никогда футболом не занимались тренинг а кто историк тренер ну вот учитель был франдо васquez был испан испанец на испанец карпин или черчесов как тренер или вот как это воспринимаете тренер как тренер но это два разных человека и для меня и тот и тот близкие с карпином естественно мы больше больно ну мы через часом тоже играли вместе и спартаке и сборной станислав саламыч на лавочке мне кажется более спокойно сейчас не часа валера георгиевич более такой на лавочке имеют во время игры стас поспокойнее валера папа позинчи тяжело когда ты не знаешь раздевалку не знаешь на диалог цска вы знаете овчинникова тоже знаете в чем 8 и стороны но он никогда себя не ставит как тренера по вратарям везде говорит что но он очень хороший тренер по вратарям как он играл большой футбол великий футболист таких очень мало у нас я видел его работу как тренера тем более работать с акинфеем очень тяжело в плане акинфееву тяжело чем чему-то научить научить да было видно что у них единая команда и рядом с акинфеем росли такие как чипчугов например да но чуть раньше пришел это был чучанов там молодой помазун до тороп тороп сейчас то есть они развивались видно было их не остановление как вратарей благодаря в чине благодаря в чине кого до или овчинников и скинфеев на кинфеев тоже немаловажно потому что он это пример для них и он тренировал овчинников тренирует акинфеева акинфеев выполняется требования естественно молодые все это видит выполняют в 10 раз больше естественно у него есть такая харизма и чем у когда он там начинает молодым молодым вратарям пихает там ошибки указывает там бывает такой вот ну видно он заводится в хорошем смысле слова так вот прям может вставить вы эпатажный я могу завестись до могу напихать могу у меня есть один пример вашей эпатажности я честно говоря не знаю что это она взгляните но это египет до пирамида хеопса что это это фотосессия была или что да это мы были опять же таки очередной отпуск у нас мы отдыхали в египте на красном море но это в студии было на студии было там еще другие есть фотографии там отдельные а как они интересно в интернет попали вы их выкладывали ну да наверное да вот это эпатаж да да ну я и это не очень сильно люблю кстати что ну так вот фотографии оголяться топли сфоткаться вы не любите нет а вам было страшно в 90-е жить нет не не было страшно у меня и в донецке были друзья которые ну за в законе нужно сказать они ну я их знал не то что друзья мои прям друзья знал сталкивались раньше как было надо было квартиру заработать и потом как бы машину да если команда всегда просили машину когда ты машину просишь там мне дали первую машину семерку и тогда было был дефицит с машинами и мы продавали их машины просто то есть ты и покупаешь за 5000 рублей в то время мог продать за 30 то есть волгу вообще можно было купить за 10 продать за 80 тысяч или за 100 тысяч не было машин и в полюсе хорошенечко еда я я эту машину увидел буквально ну час или два всего она была у меня на виду и и потом забрали вот эти ну люди которые в донецке они живы сейчас нет наверное уже нет вы очень много говорите про ваш культурный пласт по вашу там плац знаний в географии истории сейчас мы это все проверим вставили есть квиз тематически на тему географии вы гражданин мира вас везде узнают вас везде знают фамилия анапка для всех узнаваем а поэтому сейчас мы проверим как хорошо вы знаете географию погнали окей смотрите назовите столицу малайзии малайзии улан-батор ой малайзии соберитесь и там на воле малайзии сингапур не куалумпур куалумпур кто совершил первую кругосветку ну наш наш черенгаров не что вас по географии было школе 5 макеллан 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 ну вы же знали вы же знали какой из этих городов находится не в европе я вам называю четыре города балета цинциннати тирана вадуц цинциннати америка это вы были в америке что тогда был как вам штат вы любите штанга овчинников не любишь так я люблю почему ну мне нравится там но я правда туда ездил отдыхать байами лас-вегас казино флорида как надо да а вы игровой нет но играли нет ни разу ни разу не играть даже в лас-вегасе когда вы да нет да или нет не играл мы жили там практически все отели с казино люблю смотреть казино как играют ходить там интересно а сам мне не люблю играть никогда где пройдет зимняя олимпиада 2022 но сейчас в токио будет летняя зимняя в америке в пекине пекине на территории какого современного государства находится развально древнего города карфаген сирия египет тунис и ордания сирия нет тунис тунис такие сложные почему сложно вообще легкие вопросы очень сложно надеюсь без обид спасибо здесь вам понравилось очень хорошо спасибо 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 если вам есть что сказать людям вы можете сказать что-то после пост мнения почему бы нет ну я скажу только чтобы люди все во-первых были все здоровы берегли своих семьи своих детей отдавайте детей в секции футбола вот или другого вида спорта отрывайте их от компьютеров и гаджетов чтобы дети занимались больше искусством спортом и болейте за футбол за нашу сборную за наши клубы и всем крепкого здоровья и удачи ура спасибо новая программа новый приз как я обещал в прошлом выпуске барселонская с размера с нанесением десятый номер короче говоря ма все как вы любите если вы помните финал лиги чемпионов шестого года где барса играл и победила арсенал то это как раз таки это история эту футболку можешь получить именно ты если выполнишь наши следующие условия первое ты должен быть на youtube канал о спорте твой канал должен быть открытым чтобы мы могли проверить твою прозрачность и прозрачность твоей подписки следующее условие ты должен быть подписан на наших партнеров в контакте сообщество олимпийка.ru супер ребята креативные ребята добрые ребята все у них по последнему писку спортивной моды а лайк обязательно твой лайк нужно чтобы мотивировать нас на дальнейшую работу и в комментариях вы должны ответить на вопрос он звучит следующим образом под каким номером месси начинал играть в барселоне выполняя все условия получая приз выстраивайся в очереди и кайфуй вместе со спорте т.в. и олимпийка.ру